Каждый второй уже налобал. Ты хочешь страховую компанию? Там уже три прототипа сделаны. Это на эфире. А? На эфире, на эфире, на эфире. А вопрос с эфириумом интересный. Эфириум подходит очень много для чего, если ты как бы основную сетку выкладываешь, не поркаешь его. Но он не подходит для тех случаев, когда у тебя есть риск запрета криптовалюты. В России сейчас ковриска нет. Он есть всегда. Ключевой вопрос. Сейчас идентификация эфириума. А будет как? Это, во-первых, не совсем прага, потому что эфириум не центральные, которые работают в частном университете. Они набирают каждый свою. Сейчас потихоньку хотя бы после услуги и подпись там лезет в массы, и уже Центробанк задумывается о следующем поколении, когда можно будет там видео записать с голосом, будет там случайным образом выбираться. Видео, голос, отпечаток или еще что-то. Потому что идентификация по глазу, идентификация по пальцу, она приводит к страшным, ужасным фирмам, в которых люди в следующем поколении, они с одним глазом и с одним из одного пальца, собственно говоря, потому что это в идентификации используются. Я тут на одном уважаемом форуме встретил людей, которые абсолютно серьезно торговали шестью миллионов глаз, полученными из системы, которые в арабском аэропорту, это все глаза снимало, где-то так сих порубляет. Это и живет, когда мы работаем. Я не могу сказать, как это будет. Мы вот с трудом можем себе представить, что будет через год, с учетом разных организаций в нашем государстве, что будет с авторизацией, но пока используются те стандарты, которые есть. Ничего кардинально нового нет. Диджитал-ид, к сожалению, как в Эстонии, мы ввести не можем, потому что у нас регионы очень разнообразны. То есть в Москве, где-то в войти, понятно, как выдавать, ну и даже более-менее понятно, как работает. Но есть Пакистан, в котором там очень бедно, и в принципе, когда ты на Новый год приезжаешь, там подарят трассирующие пули для калашников, мы с петаргой. Вот там лежат, тут пули, тут петаргой. Поэтому на всю Россию очень тяжело это экстраполировать. Мы скорее от Сбербанка чего-то ждем интересного, только с точки зрения авторизации, потому что они больше заинтересованы, чем те остальные. Опять же, индусы сделали прекрасный проект, и его даже вообще не пытаются задыхать. Идентификация, когда у человека нет паспорта, у них много людей, у которых по любезным соображениям, паспорт не может быть. И вы выдаёшь его, они его съедают. Там к основным идентификаторам едаются энтеропометрические данные у человека. Есть такой проект довольно интересный. Но, опять же, не рассчитывайте лучше. Потому что у нас в Кридистане видео-куши ломают, для того, чтобы они выглядели как борцы. И после этого видео, то, которое было до сломанного куша, он уже не спознаёт, что это грецитане тут же съездили и проверили. А у нас запрет обработать энтеропометрические данные. Это тоже интересный вопрос, как у учителя ценника. Учего какие-то вопросы? Ну, такой вопрос о том, сколько для каких нужд, депозитариев, да, сколько для каких нужд транзакций в секунду, скажем так, да, нужно. Ну, в реальности для фондового рынка и большинства вещей, кроме HXKids рейтинга, достаточно 100-200 транзаркций в секунду. И это реально достижимый предмет. Другое дело, что то, что коллеги делают, оно квадратично от количества узлов зависит. Месяц два, да. Вот. И это сильно осложняет как это некоторые случаи. А, скажем, голосование удержать ли облигаций? Там мало ли транзакций в секунду? Мало ли транзакций в секунду? А вот нифига не мало. Там идут сезоны вот этих очередных голосований. Все стремятся проголосовать после того, как видео прошло, в котором рассказали об успехах компании. А буквально три часа после этого остаются. Там все ловим в систему. Там все может упасть, сломаться. А акционеров действительно при этом много, как правило, да? То есть... Ну, как? Это вот такие мечты, да? То есть, если я представляю себе идеальную картину для своего проекта, зачем я его делаю, я вижу, как те 200 тысяч акционеров Сбербанка, которые действуют там, Гастром, они голосуют. То есть 200 тысяч голосуют за три часа? Да. Потому что сейчас я вижу, к сожалению, в ситуацию, когда, в общем-то, ничего такого не происходит. Особенно, если ты приходишь к западному инвестору и говоришь, что там собрание акционеров российских компаний, они на тебя смотрят, идиоты. Ты чего? Зачем? Ну, вот тут про фирму «Тач Капитал» почитали, там еще Магнинский был какой-то, помню. Не помню, что точно было, но напомню. Да, да, да. Поэтому тут число достижимое, но теоретически над этим работаем. Есть ли это образ будущего? Депозитарий отсутствует в этом образе будущего? Ну, я, к сожалению, вынужден сказать слова незаберных председателей правления Большого Зеленого банка, но, как бы, выход-то только один – стать технологической компанией. Потому что, если у тебя раньше было там битву сессии, то теперь это будет хатука, и ничего нового не будет. Вот этот стандарт 20.0.22, который, то есть, это обмен данными между, обмен финансовыми, не финансовыми, в общем, там и разные другие, между предприятиями. Сейчас это между финансовыми организациями, потом в перспективе между финансовыми и предприятиями-производителями, потом предприятия-производитель напрямую между собой, финансовые, и в том числе акции, облигации, и все подряд. То есть финансовые организации в виде банков, они, как бы, из этой цепочки, они удаляются. да и ну получается ну в моем понимании из банка в принципе ставить платежные функции они остаются да я имею ввиду взаимодействие между предприятиями напрямую и сейчас вот центробанк насколько там слышал будет выдавать лицензии крупным предприятиям типа там просто на на там не знаю крупные на ведение финансовой деятельности где они не могут с населением взаимодействовать они между собой взаимодействуют минуя банки как бы это это не относится я имею ввиду то что сейчас российской федерации центробанк российской федерации такие лицензии будет давать или там мне показалось что я к чему то есть вот у меня складывается образ будущего что получается банки как-то уходит ну то есть останется там 3-4 банка для работы с населением там и прием к терминалов там оплаты вот а все остальные функции это крупные организации между собой делят и мы как будем не подключаться к какому-то банку там сбербанк мы будем в газпроме работаешь тебя карточка газпрома и ты оплачиваешь везде там карточка газпрома там условно вот сейчас это юридический момент то что надо отдельную организацию которые юридически у него есть бизнес объяснение потому что у тебя есть риски того что если ты ему как бы все деньги лично для одной организации держит ее никто не регулирует а в определенный момент найдется какой слой злодей через порт ну вот пример с ноуденом он показывает что это любой организации возможно вот это разделение когда у тебя есть там банк отдельно а какая-то корпорация отдельно но умеет свои основания они все аффилированы да между собой а вот это и регулятору будешь объяснять они аффилированы не аффилированы так вот это непонятно отсюда невинно там вроде газпром банк он на набережной стоит но с газпромом они связаны нет вообще в разных городах мастер-чейн вы можете куда разошел мастер-чейн вы можете куда разошел нам ну мы в рабочих группах участвуем но про мастер-чейн я не буду комментировать на темно-то потому что как это я подписку не давал и не хочу вот а а а а о но твоя нашу часть ну мы как бы с регулятором интенсивно общаемся почему мы не вошли в контент-консорциум не знаю не знаете ну не технические причины по крайней мере а 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 нет хватается это понятно это не про ответственность то что делают а ответственность ну вот есть люди из и пема у них там бренд над ними прислони селин они делают ну как бы свою работу свою оплату я там знаю людей хорошо как задачи определяются личные участники а как в open source сообществе да правильно я понимаю что основное на уровне кайферлэджер добровольно те люди которые платят зарплату у них есть менеджер план висит и дедлайн стоит они проявляют инициативу и проявляют это они ну в общем да там есть как бы специально обученные тулы общие и не очень есть джиро есть есть черт в туле а что получает участник за свой это полос за экспертизу то есть ну скажем так если бы не было hyperledger если бы были вынуждены продолжать в одиночку то что было начато с dxx было бы сложнее очень сильно потому что сейчас мы работаем ну с многими гиперзитариями так так могу все но всего мира у нас получается приблизимый проект и все его по чуть-чуть если бы мы это сами делали нам понадобилось такую программисту нанимать и сработать ну чё он еще не работает блокчейн тебе уже надо 50 человек посадить их кормить поить одевать и потом на пенсию отправить потому что вы подписать на пенсии будете нерабочим а основной бред блокчейна получается то что мы видим открыто то что мы видим процентом акции владель бред блокчейна диппозитария потому что блокчейн его уничтожить но вы назвали такую часть то что мы можем открыто видеть все стоимость долей меня уже зовут турбей окей давайте заканчивать дискуссия окей 10 0 0 0 0 0